Безусловно, общение президентов таких государств, как США и Россия, оно не бывает обезличенным. И, естественно, рассматривая вопрос взаимоотношений государств и ухудшения этих отношений, мы говорим о том, что есть две личности, каждая из которых и олицетворяет государство, которое представляет, и принимает серьезные решения, судьбоносные для этого государства, особенно на фоне того, что явно дипломатические отношения между странами сегодня претерпевают не лучшие времена. На мой взгляд, кризис, который сегодня сложился в отношениях России и США, в общем и целом отчасти спровоцирован самими же Соединенными Штатами. Потому что экспансивная политика решений вопросов вне своих границ в таком объеме, она, естественно, не могла не повлиять на какую-то концентрацию противодействия. И это противодействие, оно сформировалось далеко не сегодня и даже не в Украине. Украина это уже была какая-то вершина, айсберга. Но до этого ведь были тоже прецеденты. И поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний день, можно говорить о явных дипломатических победах руководителя нашей страны. Я думаю, что при его, скажем так, выдержке и умении просчитывать ситуацию, адекватно воспринимая какие-то, в том числе и угрозы внешние, они есть, безусловно. Я думаю, что кризис этот будет разрешен, но не быстро. Это не сиюсекундная ситуация, когда вдруг все ударили по рукам, договорились, как будет жить теперь Украина. И все сформировалось. Украина, безусловно, сегодня не сможет сама определиться. И поэтому от вот этих диалогов, они будут довольно долгими, будет зависеть, как же в результате все сложится. Ну, давайте надеяться на лучшее, безусловно.